Приветствую вас дорогие зрители на канале Михалыч Топи Геймс, мы на аккаунте Михалыча меня зарейдили. Что именно украли, конечно, ребят, я не успел снять, но самое главное, что там совсем немного украли, несмотря на то, что база не закрытая. Один FN, SCARP, и всё. Ни один ящик не был не тронут. Не знаю, как так-то, но, видимо, где-то, может быть, самый надбитый тут мы... А, был разрушен станок переработки, в который я и положил FN SCARP, вообще убитый на один выстрел. Ну, а наши рейдеры забрали его, и, конечно же, не тронули ни один ящик, хоть и стен вообще не было. Ну, как, стены-то были, но в одном месте они были взорваны с прошлого рейда. Блин, ребят, ай-яй-яй-яй-яй, ну, надеюсь, что мы найдём, чем отбиваться, какое-то ближнебойное оружие. Так спешил, что даже Глок не улучшил. Но, слава богу, хоть и один-то улучшенный есть. Чоппер пустой, половину заправлен, и мы на базе год. Смотрим, что можно здесь найти. Насколько здесь будет крутой лод. Надеюсь на хорошую. Давненько не попадались хорошие базы. Ну-ка, хорошая база, прийди. Итак, ребят, мы на базе. Мы в самом логове. Деревянная база не самое лучшее место, где нужно искать лод. Но я там вижу части каменного. И вот, что здесь есть. Есть здесь чоппер. Давайте заглянем. Ммм, хорош бензолинчик. Можно будет с бутылкой поколдовать и весь бензин перелить. Но, как это сделать? Вот таким вот образом. Бац, и то есть пустую бутылку назад. Тут чоппер. Ну, заморачиваться пока не буду. Давайте просто начнем рейдить. Ба-бам. Ничегошеньки. То есть, сразу же вижу один ящичек. Тут сразу второй. Каменная стенка. Куда взорвать? Ох, там даже турель имеется. На противогорода. Насколько я помню, база год у нас уже попадалась. По-моему, вот сюда нужно взрывать. Ля какой. Надо действовать тише. Ну, понятно, что тише нужно действовать. Да ладно, сразу зомби. Ну, у меня есть блок. Пока что только один блок. И в нем, как говорится, вся силушка богатырская. А вот этот вот шалаш, я так понимаю, то место, где нужно искать хорошую бутылку. Давайте, наверное, сразу же взрывать и пробовать вынимать оттуда мегалодонские крутые вкусные плюшечки. Бам, 52, ребят, 52 шума. И только... А, уже три ящика надбиты. Ля какой там ВССина. Ну, если что, будем ВСС и отстреливаться. Ну, пока что глок в деле. Глок в теме. Две волны одним глоком отбивается. Ну, не на изи, но, тем не менее. Хватает. Этого дела. Я там видел поле, но нужно будет пересмотреть. Да ладно, он ногой стену пробил и долбит, долбит. Что это с ним? Ладно. ВСС винторез труба. Есть ракетница, дополнительный топор. Тесачок, который мы, наверное, и будем сегодня отбиваться, если что. Так как на всякий случай. Что здесь? У нас ничего интересного. Что здесь? О, аптечки. Аптечки. Как давно мне не попадались вообще рейды. Ну, не только с аптечками. Вообще рейды хорошенькие. Этот рейд можно уже назвать более-меним. Более-меним. Или более-меним. Пробуем лупашить со всей силы. Бац. Уууу. Залежи железа. Ведь вы знаете, что железо не так уж и тяжело находится. Но ведь на него нужно тратить время. А все, что, как говорится, время, это деньги. Угу. Отлично. И вот так даже. Вот именно идеально, думаю, будет. Пора бы заглянуть и в чоппер. Кстати, корюшка одна есть чисто для нас. А ловушечка. Это очень плохо. Не знаете, ребят ли они на ловушку или нет. Но пока что это неизвестно. Смотрим. Наверное, все-таки аптечки уедут с нами. Также дальше вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. И вот так вот. Вроде нормально. А в колюшке можно потереться и дома очудиться. Для того, чтобы сохранить свой лут и увеличить количество увезенного лута, Наверное, нужно сделать вот такой вот сказочный ритуал. Да. Мы сливаемся. Дома появляемся. Обязательно весь лут скидываем в нужные нам места. То есть везде скидываем свой лутец обязательно. И возвращаемся уже сюда. Только с пустым чоппером. База, по идее, должна остаться. Хотя даже самые знающие игроки, бывает, пишут, что, мол, так вот и так. А ведь Михалыч, а бывают такие времена, когда ваш персонаж выходит на глобальную карту, А база не оказалась. Но у меня было однажды такое. Да, тоже ничего не делаю. Как-то вот база пропала. Но у меня был кратковременный разрыв соединений. То есть в один определенный момент у меня пропал интернет. То ли подлагало. И вот так вот, ребята, все случилось. Да ладно, шоколадно. Случилось то, что у меня, как говорится, база пропала. Это было печально. Очень печально. Ничего не остается, как просто выехать на глобальную карту. И мгновенно дорейдить базу, которую мы там нашли. Обязательно, обязательно, конечно, забирая все самые ценные вещички. Ну и, может быть, и не самые ценные. Забираем все максимально. Ведь это главная цель каждого рейдера. Любыми возможными и невозможными путями. Добудь весь лут, который там есть. Вот оно что. База год. База год. ФН Скар, я так понимаю, на этой огроменной базе может спрятан быть где угодно. Но, если честно, я его и даже искать не буду. Так как у меня на него планы лишь единственные. Переработать его станки, переработать. И все. И на этом поставить жирную точку. Так. Угу. Так. Вот он, наш красавелло-брателло. Одеваемся назад в свой усиленный сет. Начал все свои теплые сеты усиливать. Почему бы и нет, сказал бы я себе. И начал вообще усиливать все теплые сеты. Какой бы прочности они не были. Это довольно таки мне понравилось. Потому что увеличило количество запасов брони в несколько раз. Усиленных сетов у меня довольно таки немало. Теперь благодаря этим манипуляциям. Прям вот круто сколько железа я забрал. Бутылочку. Если что, потом будет время я посливаю. Это пока что меня не интересует. Меня интересует тот лут, который здесь остался. Ведь, по-моему, где-то здесь должен еще быть хорошенький лут. Я попробую уже, наверное, наверное, говорить поменьше раз, наверное. Железные стены-то понятно, что неуязвимо для рейдеров. Но вот каменные нужно периодически лечить. Восстанавливать. Мдаааа. Ничего хорошенького. Единственное, что хотелось бы еще разочек пробить зеленый ящик. Посмотреть, что же в зелененьком лежит. И там ушами теребит. У меня есть такой вот тесток. 20 урона просто пролетает. Жесть. Такая бешеная скорость атаки. Что не каждому оружию еще способны Так, разбиваем в щи токсического толстяка И пробуем заглянуть в зеленый ящик И, наверное, еще два после этого я смогу Ага, вот где собака порылась И мне кажется, что в этом ящике тоже должна быть броня Ну, судя по логике Да, кто-то говорил про усиленные сеты Про теплые сеты Вот вам, ребят, как говорится, и бамс-тарабамс Ну, давайте хоть так возьмем Я его усилил, и будет у меня довольно-таки неплохой сетик Усиленные джинсы Ну, просто джинсы Почему бы не взять усиленные? Зачем делать что-то за кого? Вот оно Еще вот в этот ящик загляну И у меня уже... Ой, молодец, попался все-таки А вы знаете, что нужно для того, чтобы усиливать сеты Бесконечное количество кожи Эти манипуляции с усилением сетов Довольно-таки неплохо ударили по количеству запасов кожи И это сказалось на скорости выхода Мегалодонских бесконечных запасов брони Ну, короче, что хотел сказать Сказать другими словами Кожа никогда лишней не будет И, например, сравнив доски и кожу Я, конечно же, выберу кожу И сравнив даже простые сеты Мне нужна и ткань Мне нужна ткань тоже Ведь станки не справляются С таким наплывом всего этого Просто захлестнуло мне Ладно, до свидос Малинку подсобираем Ягодки малинки Как-то некрасиво оно выглядит Ладно, уже как бы возьмем целый сет Все Вот так вот будет выглядеть мой лод А это будет неплохо Наверное, еще зацепим вот этот вот ящик В надежде Труба Не-не-не Я просто так не уйду Кожица Вот теперь я думаю, что будем уходить с этой базы Ой, хорош Да тут, блин, ну ладно Ох ты, 3 хп Вы что делаете, мужчина Нет, не надо Я ухожу Все Самолечение спасает Мне жизнь Закончится Этот рейд Очень довольно-таки Импульсивно Этот дяденька Громила Чуть не разбил мне Все в щи Чуть не сказал, что все фиаско 3 хп оставалось Фу Ну все Надеюсь вам, ребят, хоть немножечко Понравился этот видос И вы заслуженно поставите под ним лайк Не забывайте также оформлять подписку на канал Ведь это огромная поддержка И всем, кто уже подписался И поставил колокольчик От души огромное спасибо Комментарии это отдельная тема Я понимаю, что просмотрел ролик Комментарий написать очень тяжело Но также хотел бы благодарить всех Кто пишет комменты Я стараюсь отвечать всем Ну и удачи, ребят Увидимся уже в следующих видео А я пошел готовиться к антирейду Не, к рейду Мне осталось только два движка Надеюсь, что у меня свалка появится в ближайшем будущем